Привет, друзья! В одном из своих видео я обещал рассказать вам о том, как я анимирую 130-ю Рудру. Кстати, кто, если не смотрел этот ролик про крупные воблеры, пожалуйста, ссылочка перед вами, милости прошу. Итак, настало время исполнять обещание. Давайте я покажу, как я ловлю на Рудру. Для ее анимации я использую кастинговое удилище Shimano X-Pride 168MH2. Да, если не ошибаюсь, с верхним тестом 30 грамм. Мультипликаторная катушка Bu Garcia Revo STX Gen3, если мне память не изменяет. И у меня здесь намотан плетеный шнур полторашка по японской классификации. Итак, закидываем Рудру. Делаем несколько оборотов катушкой, заглубляем ее. И дальше нам нужно сделать серию жестких и резких ударов по ней. Вот примерно вот таких. Раз, два, три, четыре, пять. То есть, максимально жестко, насколько хватает вашей мышечной силы и теста вашего удилища. После того, как вы несколько раз ударили по Рудру, нужно сделать паузу. Ну, как вы уже знаете, конечно же, пауза у нас зависит от времени года. Осенью она может достигать 30 секунд, летом в июне, в июле она может быть минимальная, там, пять-десять секунд. Но, как бы то ни было, паузу после вот этих джерковых ударов нужно выдержать. Итак, мы выдержали паузу и потом делаем вот такую вот потяжку, длинную удилища. Все. Вот основная, три основные этапа проводки. Сейчас эту клубку, к сожалению, ветром разворачивает. Не очень удобно. Еще раз смотрим. Закидываем воблер. Заглубляем его и делаем серию рывков. Пауза. Подтяжка. Поклевка, как обычно, происходит именно вот на этом движении, на подтяжке. То есть, она почему-то бьет Рудру вдогонку. Не знаю почему. Видимо, когда мы делаем вот эти джерковые удары, мы щуку раззадориваем, потом воблер останавливается и вот эта вот подтяжка, это такой последний гвоздь в крышку гроба нашей зубатой хищницы. Еще раз. Заброс. Заглубляем приманку и несколько сильных рывков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Остановились. Выбрали слабину и подтяжка. Вот такая приманка, прошу прощения, проводка, позволяет мне достаточно успешно ловить на Рудру. Правда, работает у меня этот воблер все-таки ближе к осени, где-то середина августа. Но и сейчас, в середине июня, тоже случаются поклевки. Кстати, вот именно на этом месте, не так давно я тоже тут ловил, отлично на него садился, сжал эту Рудру окунь. Прям вот там вот есть бровочка такая небольшая. И вот с этой бровки он прям ее атаковал, грамм такой по 150, в общем-то небольшой окунь. Нажрал Рудру прям на ура. Ну все, друзья, большое спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Если вы знаете какие-то другие проводки Рудру рабочие, пожалуйста, пишите ко мне в комментариях, с удовольствием ознакомлюсь и возьму на вооружение. Все. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Пока.